Но Воренгойка оплакивает свою собаку и хочет добиваться справедливости, ведь по ее мнению питомца погубил ветеринарный врач. Но оказалось, в этой трагической истории не все просто и не все так однозначно. Лала Гасанова выслушала обе стороны и мнение независимого эксперта. Чтобы он лишился звания ветеринара, он не ветеринар. Анастасия Домнина словно заново переживает потерю двухмесячного щенка, который был для нее не просто питомцем, а членом семьи. Девушка не может отправиться от неожиданной потери. Напоминает о маленьком Чивасе абсолютно все. Видео и фото на телефоне, игрушки и она, Аврора. Анастасия признается, все, что предшествовало неожиданной смерти любимца семьи, произошло, когда щенята, как обычно, играли в комнате. Вот они играли. А я в тот момент дочку на кухне кормила. Муж у меня с собакой вышел гулять, как обычно, на вечер. И они вот бегали, носились и как-то, видимо, как я поняла, залезли на диван. Я просто услышала, как он закричал, я побежала в комнату, вот то, что у него лапка сломана была, и мы поехали в ветклинику. В одной из ветеринарных клиник города Анастасии посоветовали просто дать щенку отлежаться и сказали, что кость сама срастется. Но она не смогла смотреть на то, как малыш страдает. Так пострадавший и его хозяйка оказались в ветеринарном кабинете. Мы туда приехали, он сказал, что собаке надо делать операцию. На что я сказала, как, он 650 грамм весит, какая операция, вы что. Там вот такое вот маленькое чудо было. Он говорит, мы хомячков, говорит, оперируем. Что вы? Я, говорит, вам 100% даю, собака выживет и все будет хорошо. Я говорю, ну, раз так, ладно. А после операции щенку стало хуже. Он впал в кому и умер. Понять этого Анастасия не может и винит врача. Сейчас руководство клиники, как и сам ветеринар, который оперировал щенка в отпуске. Но мы все же дозвонились до директора ветклиники. Мы разъяснили, что при таких переломах делается операция. То есть, как они хотели зафиксировать лангеты или же повязки, в их случае это все не поможет. Так как лангеты и повязки, они не способны зафиксировать, стабилизировать перелом, какой у них был именно перелом. Поэтому доктор предложил, что тут, в их случае, только-только операция. Операцию мы провели. Щенок нормально уже пошел почти на поправку. Но в связи с тем, что у таких породов зачастую проявляются патологии, на третий день щенку стало плохо. То есть, операция спровоцировала вот эту патологию. Гипогликемия – это резкое падение сахара в крови. Спровоцировать это у маленьких щенят может многое. Любой стресс, даже стрижка когтей может стать причиной недуга. Наш доктор, получается, Петров Александр Юрьевич, начал проводить анимационные манипуляции. С самого обращения, вот до самого вечера, доктор пытался сделать все. Щеночек впал в кому, так как резко упал сахар, и там показатели были очень плачевные. Наш доктор, все, что в его силах, все он пытался вывести щенка из этого состояния. Мы рассказали эту историю независимому эксперту, ветеринарному врачу другой клиники. Там рассказали, риск возникновения послеоперационных осложнений у животных есть всегда. Особенно, если речь идет о совсем маленьких. Да, все мелкие собачки, особенно у карликовых пород, очень много проблем, связанных с наркозом. Но есть такие переломы, например, оскольчатые, с разрывом сустава, с разрывом связок, мышц, где обязательно требуется репозиция костей. Дело в том, что если кость не совмещена, нет репозиции, нет контакта между частями костей, она не будет срастаться хоть что вы делаете, хоть лангеты, хоть гипсы, сращения не будет. Будет только атрофия конечности. Поэтому все строго индивидуально. Так поставлена ли точка в истории маленького Чиваса этим экспертным мнением? Или все-таки ответ хозяйку Чиваса не убедил? Анастасия потребовала у клиники компенсацию и намерена обращаться в суд. Лала Гасанова, Феликс Рассихин, тележать у компании «Сигма» для НУР-24.